Адаптация к школе У нас на канале Марафон Знаний присоединяйтесь А в гости мы сегодня для этого разговора пригласили Элину Миронову Элина Викторовна, педагог, психолог, мама, бабушка, человек авторитетный в этой сфере Будем сегодня с вами разбираться, вопросы разные каверзные вам задавать Элина Викторовна, вы мне до начала программы рассказывали, что у вас у Элины первоклассницы Было некое своеобразное воспоминание о своем первом классе Когда ваша попытка творить в прописи не была оценена педагогом? Ну, как сказать, наверное, такие правила и законы были И сегодня, я думаю, это тоже присуще Нужно было? Что сделать? Да, нужно было прорисовать, прописать буквы Я их, конечно, решила прорисовать Добавила какие-то элементы Творческий подход Творческий подход сделала, да Завитушки нарисовала Ну, конечно, здесь мне все зачеркнули Придя домой, родители посмотрели и сказали, что так делать нельзя Для этого есть другие тетради Где угодно, но не здесь Да Вот, подбираемся сейчас к теме адаптации Это ведь тоже такой некий элемент готовности ребенка Я не говорю, что вы в этот момент были не готовы Может быть, даже наоборот Этот творческий детский подход как-то вот захлестнул вас Но в деле адаптации к школе до начала программы Когда мы еще только договаривались о вашем приходе к нам Вы меня поправили, вы сказали, что это не только первоклассник касается Что это определенные этапы То есть это первый класс, когда ребенок из садика пришел Еще тепленький, садиковский, еще не пуганный Новых правил не знает Потом это период, когда начальная школа закончилась Среднее звено начинается Это пятиклассники, а потом старшее звено Финишная прямая, десятый, одиннадцатый Там, где вроде бы ребенок уже ко всему готов Но, но, тоже определенный контроль нужен Давайте про первоклассник все-таки Какие вот или что вот этой адаптации способствует Ну и соответственно будем сразу в ошибках разбираться Да, ведь работа над ошибками То есть что на каком этапе было сделано неправильно И почему так вот получилось Давайте поговорим Хорошо, каждый период значим Как первоклассников, как пятиклассников И, конечно, тех, кто ищет профессиональную свою деятельность Самое главное в этом деле, что вот самое главное? Это период адаптации, именно привыкания Понимаете, если по-русски говорить Это я к новым условиям привыкаю Поэтому в первом классе, когда ребенок идет Для него очень значимо Каким он будет учеником Ну, конечно, новый портфель, новая одежда, форма Внешний антураж Да, это один момент И вот здесь, конечно, цель Я ученик Вот это успешность, когда ребенок говорит Я ученик первого класса Вот при каких условиях он это может сказать? Ведь прежде чем он сам себе это скажет Значит, кто-то в окружении должен это проговорить Значит, учитель должен эти старания заметить Видимо, как-то сакцентировать на это внимание Родители должны заметить, похвалить Правильно рассуждаю, да? Да, в первом... Он это решение принимает внутри себя Нет, он тоже принимает Но потом, когда это подкреплено, конечно, мнением окружающих Главное окружающее, это его родители И, соответственно, когда они готовят его к школе Они готовят его больше педагогическое, конечно, да? Воспитание здесь все Но и здесь обученность они проявляют тоже заранее Это в детском саду сейчас происходит Подготовка к школе Ну и дома родители Развивалочки разные есть, да? В разные центры вводят своего ребенка Соответственно, это все пригождается Но самое главное, и я считаю, это психологическая готовность А как ее можно оценить? Вот я мать семилетнего ребенка Как я могу дома, в домашних условиях это оценить? Вы мне рассказывали про тест Про рисунок Как нынче дети рисуют себя Своё окружение Да Ну, например, если вы рисуете мою семью Ребенок просит Ну, рисунок давай маму, папу Как ты видишь себя со стороны? Ребенок рисует Если это палка огуречек получился человечек Конечно, ребенок видит именно себя Но в основном дети Видят только в зеркало Своё лицо То есть, если ребенок в деталях Нарисовал лицо С ушами, с глазами С сережками С прической А телу при этом не уделил Должного внимания Как-то Потому что здесь в основном Что он делает? Значит, он целостности Представления из себя нет? Да Он расчесывает волосы Он чистит зубы Он умывается Это он все видит Если есть должностные обязанности дома То, что он делает своими руками Крепкие руки Конечно Как он их не нарисует? Он, конечно, их нарисует Так? Если он выполняет какие-то упражнения Физические вместе с папой Бегает Утром, например Это тоже он чувствует Он это все нарисует Ноги Это еще уверенность в себе И поэтому ребенок Когда один раз нарисует С помощью родителей Человек Он запомнит эту позицию И будет рисовать Правильно я понимаю Что если рисунок Вот такой, какой мы вначале говорили Без всяких деталей Можно предположить Что ребенку еще рановато Идти в школу Что он еще себя Не видит целостной фигурой Рановато я не могу сказать Потому что есть определенные правила Законы у нас И 6 лет 6 месяцев Ребенок уже может пойти в школу Здесь просто нужно уже родителям знать Что нужно готовить Не только обучая ребенка Но и воспитывая И конечно психологически готовить В его школе А у нас сейчас перекос Именно в эту сторону Как можно раньше записать В какую-нибудь школу раннего развития Там, где занимаются Интеллектом Якобы интеллектом Вот здесь, чтобы рассматривать Готовность в школе Здесь рассматривают следующее Это психологическую готовность Физиологическую готовность Эмоционально-волевую И конечно интеллектуальную Вот, ну что-то западает Соответственно На первое место Скорее всего Нужно ставить психологическую Эмоционально-волевую Эмоционально-волевая Это как раз Сфера нашего поведения Если это не учесть Если этого внимания не взять И ребенка в школу отдать Скажем В 6,5 лет Учитывая, что родители у нас Сейчас Амбициозные Прямо скажем Надо, чтобы школа была хорошая И учитель сильный И Ванечку Как можно раньше В эту школу отдать Какие ошибки Можно Совершить Если ребенок Интеллектуально подготовлен Он умеет читать Складывать Все считать Это все супер Казалось бы Супер, да? Потом выяснилось В середине учебного года Там после первой четверти Выяснилось Что он психологически не готов И приходилось его забирать Это же Были такие случаи? Это трагедия? Трагедия Травма Это значит Все дальше Тоже пойдет Не по плану Такого ребенка Или можно будет Как-то выровнять Оказывать нужно просто Сейчас же есть специалисты Сейчас есть возможности Где ребенку нужно Просто помогать А что в первую очередь Это просто наблюдение Это не контроль Это наблюдение За своим ребенком Это любовь к нему Принятие его И конечно развивать По возрастным особенностям Не прыгая через Как не надо Сейчас пригласим Наших телезрителей Тоже к нашему разговору Звоните пожалуйста По номерам телефонов Которые сейчас на экране Видите Задавайте свои вопросы Если они у вас есть Мы пока продолжаем По поводу перепрыгивания Вы какую-то интересную Мне цитату сегодня Произнесли Да Это хорошее О том, что как раз Вот прыгать-то и не надо Да, да Это принцип Выдвинул сам Каменский Он сказал, что Как в природе Все происходит в свое время Так и воспитание Все должно идти Своим чередом Не гнать Нет, лошадей Лошадей Не торопить события Листов не может Не учите ребенка В полтора года английскому Потому что он еще русского не знает На картинках Но можно как-то Соприкасаться с этим Но углубленку не нужно Вот постоянно Ну если говорить о языках Здесь главная практика Если ребенку С ребенком постоянно разговаривать Он сам научится Он будет слышать А дети сейчас не умеют слышать И слушать Да, это еще одна боль О которой вы мне сказали Что они настолько в гаджетах Что вот эти рецепторы слуховые Не особо задействованы Потому что Почему это происходит Потому что в свое время Конечно, сейчас все родители заняты Да, добыванием Материального благополучия И когда спрашиваешь родителей Ты любишь своего ребенка Как я его не люблю Я все делаю для него Я же ему все покупаю Да Но где же то соприкосновение Именно отношение Связанное с нежностью, ласковой Ее нет Или наоборот Присутство гиперопека Когда защищает Не дает возможности Что-то делать самому ребенку Как говорят Не дает дышать Но это нужно отпускать учиться Маме нужно отпускать ребенка Тогда ребенок будет Сам самовыражаться Это все-таки от мамы Инициатива должна происходить Да От родителей А не ребенок должен в сторону Гажут отложить И подойти к маме А давай почитаем книжку От мамы должна Инициатива исходить Вот такая тема Тоже щекотливая Отношение с учителем Я понимаю, что Это один из элементов Который на адаптацию Ребенка к школе влияет Ну да Вторая мама Должна Как бы она ею стать Сложная задача Учитывая, что ребенок Вы говорите Не особо настроен Слушать и слышать Учитывая, что родители Но чего уж греха таить Они обсуждают учителей С какой-то своей колокольни С какой-то своей позиции Говорят, что Где-то учителем А детки уши растопырили Слушают, что мама на кухне Говорит про учительницу Основные ошибки Расскажите, какие бывают Именно в семье Я сейчас о семье говорю Чтобы ребенку было проще Принять учительницу Как очень важного Очень главного Авторитетного человека Ну на ближайшие годы Если начальная школа То это 4 класса следующие Если средний Еще дольше Да Всегда говорят, что Родители идут учиться Когда их первый ребенок Идет в школу Поэтому они Тогда начинают учиться Потому что в свое время Тоже где-то было что-то упущено Или просто под Таким надзором родителей Дети получали знания Но это не всегда И соответственно Когда ребенок Идет в первый класс Родители переживают За сам процесс учебный Как будет Как будет отношение складываться Как будет обучение складываться Как отреагирует учитель Как будет вообще Ребенок себя вести По отношению к одноклассникам Примет ли его Примут его одноклассники Как будет сформироваться Сама успешность И соответственно Здесь позиции родителей Бывает иногда такой Что если были проблемы У родителей В школе В начальной Особенно с учителями Они это Как бы несли с собой И думают о том Что это может быть И у его ребенка И поэтому они Тоже ограничивают Защищают А от чего? Нужно наоборот Быть сторонником Педагогического процесса Нужно быть Узнавать Первые особенно годы Первый класс Узнавать больше Приходить в школу Чтобы ребенок видел А надо приходить в школу? А почему? Они же встречают Нет, не в школу Встречают Да, конечно Первый вопрос Который должен задать родители Когда у ребенка Вышел из школы Как дела? Что у тебя сегодня Получилось? Все на позитивной нотке И ребенок тогда Начинает вспоминать Только позитивные стороны И рассказывать 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 Пока идет домой Сверстники Отдельная песня Отдельная Конечно, приятно Когда ребенок идет в школу А тут вот из его группы Вася И еще с соседнего двора Петя Больно хорошо Прекрасная компания Всех ребят Поддержка есть некая Если все ребята Незнакомые Если в новом коллективе Нужно доказывать Если он был в садике лидер Вот это лидерство Нужно еще подтвердить И доказать Или наоборот Ребенок застенчивый Как вот себя вести правильно Со сверстниками Родителям в это Внедрятся ли Ну, в смысле дружбы Здесь опять же Есть возможность Например, на день рождения Какие-то сделать Маленькие моменты сюжетные Именно в классе Сближающие Конечно Это как раз Раскрывающие Да, вот у нас такая есть Даже в классе традиция Уже как бы Мы дарим маленькие презенты И ребенка ввод Каждый из учеников Стоит Говорит одно пожелание Какое он хочет Например Этому Своему однокласснику Сказать А потом мы все вместе Подкидываем его вверх Столько раз Сколько ребенку Исполнилось лет И столько же Раскрываете, видимо Обязательно Ну, конечно Я помогаю Я держу крепко-крепко Я когда про сверстников Заговорила Я это к тому веду Что Ну, понятно Что когда ребенка Отдаешь школу Максимально стараешься Создать условия Среду Чтобы он думал Только об учебе Потому что на ближайшие Одиннадцать лет Это главный его труд Учеба Соответственно Сверстники Друзья Как подбираются По этому же принципу Хорошо учится Оленька Надо с ней дружить Она молодец Она хорошо учится У него можно уроки спросить В любой момент А у Наташи Не идут дела И нечего с ней дружить Как бы вот такие вот Нотки тоже проскальзывают Друзей в этом смысле Как отделить Хорошего ученика Просто от хорошего человека Как вот научить ребенка Не вестись на то Что там скажем У кого-то что-то не так С учебой Но он при этом Он хороший парень Но это не в первом классе Однозначно Это не в первом классе Такие вещи не в первом классе Понимаются Осознаются с детьми Там больше ребенок Пока работает над собой Уже позже Когда адаптационный период Как бы у каждого По-разному длится Но когда уже переключение Будет на Именно одноклассников На социум Там уже он будет рассматривать Искать лидер Например Или сильнее себя Или наоборот Слабого Чтобы был под ним То есть если лидер Он конечно хочет Кем-то руководить Соответственно Он ищет других Ну и здесь конечно Роль большая учителя Чтобы конечно Была гармония В отношении Адаптация Сколько примерно длится У всех Я это спрашиваю К тому что После какого периода Уже пора беспокоиться Что-то У нас тяжело Идет адаптация Вот сколько Год она может длиться Весь первый класс Весь пятый класс При переходе В средний звень Здесь я могу сказать о том Что как раз Недавно я для себя Как бы отметила Что сначала Ребенок до трех лет Конечно принимает Родителей И родители принимают Своего ребенка Именно складывают Соотношения Между родителем В семье именно А потом уже С трех Как бы до школы Именно ребенок Начинает принимать Себя как личность Он видит Что он умеет Что он делает Как раз Вот я сам И здесь проявляются Именно способности Родители должны Это отмечать Успехом конечно И здесь Когда человек Принял себя Маленький человечек Да он соответственно Уже с повышенной Самооценкой А в начальной школе Именно в первом классе Ребенок Приходящий в школу Должен иметь Высокий уровень самооценки Он куется дома В семье Потому что Дом его похвалили Или важна оценка И в садике И в социуме Оценка постороннего человека Ну вот учителя В данном случае Авторитетного человека Да там уже переходит Как раз к учителю Потому что здесь Уже авторитет Имеет учитель Поэтому как-то Нужно разделять Школу немножко И дом Мама должна отпустить Ребенка в школу Понимая что Авторитет учителя Там будет важнее И когда ребенок Пришел домой Разговаривать О том что происходило В школе И говорит Вот там Марья Сергеевна Вот Марья Сергеевна Соответственно Родители должны Прислушаться И понять что Да Ребенок уважает Своего учителя А если случилось так Что там в школе Не клеится Не признали Не похвалили Не воодушевили Не стимулировали Он пришел домой Поникший Естественно Первая мысль какая Давай-ка я его успокою Скажу что там все неправда Зато ты Замечательно Не знаю Футбол гоня Мяч пинаешь Вот нужно Перечеркивать Все тоже Негатив Который там был Или ребенок должен С собой работать Чтобы проявиться в школе Он сможет Он сможет на собой Работать сам Он должен работать Именно чтобы рядом Были родители Или кто-то Кто его вдохотворит Поможет ему И соответственно Когда что-то произошло С ребенком И вы видите Его настроение Нужно тоже Разговаривать Что случилось Может найдем верное решение Поэтому только родители Смогут помочь Найти верное решение Когда они умеют Договариваться И слушать Слышать своего ребенка Мы опрос в нашей группе Вконтакте запускали Спрашивали наших подписчиков Как вы считаете Родители должны Вместе с ребенком Учиться в школе Варианты ответов Были такие Конечно Сейчас у детей Такая нагрузка Они одни не справятся Нет За нас никто уроки не учил Пусть сами учатся И надо контролировать Но не делать все за ребенка Вот этот ответ Больше всего набрало голосов 82 там с лишним Если не ошибаюсь процента Как прокомментируете Надо контролировать Но не делать все за ребенка Это мнение родителей Они не специалисты Они не педагоги Не психологи Но ответили так Это то? Контроль Это то? Да Абсолютная большинство 82% Каждое слово имеет свое значение Я бы заменила слово Контроль На помощь То есть быть именно Сторонником Вот этого педагогического процесса А если говорить О домашних заданиях То здесь в первую очередь Когда ребенок Но в первом классе Нет домашних заданий Я сразу отвечу Если в втором классе Ребенок пришел из школы И было много задано Соответственно Нужно приступать К домашнему заданию Начиная с того Что задать вопрос ребенку Все ли тебе понятно И соответственно Он где-то умолчит Значит не все понятно А что ты можешь сделать сам И он сразу укажет Что он может делать сам Ты это знаешь Да Сделаешь сам И тогда он начинает Бирать на себя ответственность Потому что формирование ответственности Это большое главное значение Для ребенка А давайте буквально У нас остается минутка До конца эфира Давайте буквально В режиме блиц Вот на коротенькие вопросики Ответьте Которые родители наших Очень беспокоят Например Сплошь и рядом слышишь Учили с первоклассником Уроки до 12 ночи Легли утром Завтра рано вставать Вот надо с ним Постоянно сидеть рядом И учить Или это означает Что до 11 класса Будем вместе сидеть Ручки сложат Будет ждать Когда мать придет с работы Чтобы выучить Нужно понять Когда вы это начали делать С самого начала Не нужно этого делать С самого начала Рядом находиться Сидеть каждую секунду Каждую минуту Я думаю нет Вот когда только начало Можно помочь Как я уже говорила А потом уже дать возможность Быть ответственными Самостоятельно Нет у вас ощущения Что электронный дневник Очень расслабляет Опять-таки Мамы Личный опыт Тоже девочки говорят Мои коллеги У которых дети в школе учатся Все в электронном дневнике И поэтому ребенок Рукой ничего В бумажный дневник Не записывает Естественно Ничего в памяти не остается И с мамашами Выясняем в группе Что задали Вот электронный дневник В этом смысле Благо или Если ребенку научить Пользоваться электронным дневником То это все хорошо Не мама там только должна быть Там должен быть ребенок И последний вопрос Про старшеклассников Ребенок 10 класс 10 в 11 пошел Понятно что это финишная прямая От него отстать Снять с него Все домашние хлопоты Помощь по хозяйству Потому что у него Впереди ЕГЭ Или Или нет Освободить ему пространство Время для Вот смотрите Там он уже более Если мы опять развиваемся Как мы говорили Словами Каменского Правильно В свое время В свое время В свое место По методу того Когда ребенок уже знает Что нужно делать Когда уже все объяснено И является уже для него Привычкой Соответственно вы не будете Долго уделять ему внимание Он будет знать Что ему нужно И соответственно Если профессиональные там уже дети Он знает что нужно Этому учиться Педагогу Психологу Маме Бабушке со стажем Верим охотно Спасибо большое Эрина Витальевна Что нашли сегодня время К нам прийти Любите своих детей В первую очередь Прекрасное Прекрасное пожелание Очень актуальное Во все время на абсолютность Спасибо что нашли время К нам сегодня прийти На важную тему поговорить Спасибо вам Это была программа Актуальный разговор Мы сегодня говорили Об адаптации детей к школе